Убила полный контроль над самолётом. Расскажите, как там у вас дела? Первый раз за 60 лет. Бомбардировщики, идём ровно. Люк для бомбы открывается. Бомбодержатель включен. Что? Бомбодержатель включен. Я не могу, не могу этого сделать. Ребята, что происходит? У нас горючее сгорает с сумасшедшей скоростью. Надо что-то делать. Надо выяснить, что происходит. Хорошо. Дадим другому бомбардировщику попробовать. Джек выяснил проблему с Гиро. Он готов. Я на нужной высоте, бомбардир открывается. Кажется, я слишком рано скинул. Прямое попадание. Миссия выполнена. Теперь можно сбросить оставшиеся бомбы и лететь домой. Только посмотрите. Это просто классика жанра. Здорово. 18-23 метров права цели. Ветераны хорошо потрудились. Билл Блэр попал в радиус 91 метра от мишени. Но лучше еще впереди. Если бы бомба была настоящая, Джек был настолько близок к прямому попаданию, что разница уже не имела бы значения. У американцев был хороший прицел. Для британского бомбардировочного авиационного командования попадание в яблочко перестало быть проблемой. Ковровое бомбометание, как ясно из самого названия, включало в себя сбрасывание большого количества зажигательных и взрывных бомб на немецкие города. И они решили делать это ночью. Цель – подавить вражескую систему защиты постоянной и неотступной атакой. Американцы атаковали их днем. ВВС Великобритании изводили их ночью. Пока они не сдались. Цель была проводить 30 бомбардировщиков в минуту над мишенью, чтобы защита просто захлебывалась такой концентрацией. Для этого требовалось небывалое количество бомбардировщиков. Бомбардировщики летели одной струей, где-то километр-двести глубиной. Если в рейде была тысяча бомбардировщиков, то длина струи могла быть почти 161 километр. Чтобы система работала, для всей этой армады, летящей ночью, нужен был поисковик. Самолет, который мог видеть цель в темноте и затем осветить ее осветительными ракетами. Уникальное совмещение радиотехнологии, авиационных конструкций и дизайнерского гения принесет ответ на эту загадку. Москита Москита буквально летел наперекур условностям. Он был не похож ни на один самолет времен Второй мировой. Сырье Корпус был сделан из слоя березовой фанеры, пробки и еще одного слоя фанеры вокруг некоторых частей. Когда они высыхали, две части фюзеляжа были идеально подогнаны и готовы к полету. Прежде чем их склеивали и прикрепляли к крыльям и хвосту, из ели и березы. Москита был воплощением простоты. И это работало. Вот такой толщины. Это вы внутри, снаружи 644 с плюсом километров в час. Все, что вас разделяет, кусок фанеры и пробка. В Москита соединились все последние технологии. Единое ламинированное крыло было достаточно крепким, чтобы взять два двигателя от Роллс-Ройса в 1600 лошадиных сил каждый, что делало его самым быстрым самолетом своего класса. Этот самолет был достаточно быстрым, чтобы избежать немецких истребителей, и достаточно крепким, чтобы проносить заряды освещающих бомб на дальние расстояния. Все, чего ему не хватало для того, чтобы стать идеальным поисковиком, это ночной системы навигации. Для этого они обратились к тяжелым бомбардировщикам и системе, известной под названием «Система радионавигации G». G была, пожалуй, самым важным помощником навигатора. G зависела от графика, который основывался на радиосигналах англичан. Мы пытаемся засечь разницу во времени между прибытием двух сигналов с двух станций в Англии. Одна станция в центре этой гиперболы, а другая в центре этой. Если вы получаете сигнал ровно в одно и то же время, значит, вы находитесь ровно на прямой, пересекающей две станции. Если один сигнал проходит раньше или позже другого, значит, вы на другой прямой. Либо с этой, либо с этой стороны от передатчика. Используя два набора прямых, где они пересекаются, там и будет ваше положение. С G экипажи бомбардировщиков уже не летали вслепую, но их точность падала с расстоянием. Для мишеней в Германии это было почти бесполезным. Когда вы летели на побережье Франции, точность падала где-то на полтора километра. Ближе к Германии это было бы примерно три километра. А когда вы продвигались глубже в Германию, то ваша точность будет в радиусе восьми километров. Если повезет. Пробовали систему, где использовались два передатчика под кодовыми названиями «код» и «мышь» для одного самолета. Два радиолуча, когда пересекались, давали различимый сигнал. Следуя за этим сигналом по звуку, похожим на «гобой», самолет можно было направить к конкретному месту на карте или к цели. Когда самолет достигал цели, ему был дан приказ выпустить осветительные заряды. Кодовое слово «гобой», поставленное на москита, давало командованию самолет, который мог видеть в темноте. Гобой мог контролировать один самолет и привести его к цели. Это было настолько точно, что немцы думали, что кто-то с земли направляет самолет по радиосвязи. Можно было точно попасть, например, в одну фабрику. С «москита», ведущим остальных, определяющим цель цветными ракетами, начинались массивные ночные армады. К концу 43-го, начало 44-го, командование бомбардировщиками Англии могло бомбить ночью, точнее, чем американцы днем, благодаря «Джи» и «Гобой». Прицельная ночная бомбежка стала реальностью в Европе, потому что военный самолет был частью интегрированной системы. Перекликающиеся технологии однозначно были ключом к военной силе. Война Америки в Тихоокеанском регионе подчеркнула этот момент. Здесь единство воздушных и морских сил было единственным ключом к победе над врагом, расположенным на островах и защищенным тысячами километров воды. Это был враг, территорию которого можно было атаковать только с воздуха. Но военным самолетам нужны базы, взлетные полосы, амуниция, запасы топлива и безопасное убежище. Ничего этого не было на Тихом океане в тысячах.